Только треть проживающих в Сургуте, представителей коренных малочисленных народов Севера, встали на учет в Федеральное агентство по делам национальностей. 7 февраля ханты, манси и лесные ненцы могут получить льготы и услуги без предоставления дополнительных документов. Но для этого нужно числиться в реестре КМНС. Это общероссийская практика. Почти весь прошлый год в многофункциональных центрах России и в самом Федеральном агентстве по делам национальности принимали заявление о включении в список коренных малочисленных народов. В Сургуте в реестр уже включили 343 представителя КМНС. Однако проживают в городе около тысячи ханты, манси и ненцев. Активно приносить документы в МФЦ начали в 2022 году, когда увидели преимущества, например, при получении вычета за квартиру в налоговой или оформлении пенсии. Органы власти и другие фонды используют сведения из списка для того, чтобы упростить работу. Предоставлять каждый день свидетельство о рождении больше не нужно. А граждане, которым уже исполнилось 14 лет, могут самостоятельно встать на учет. В Советском открылась необычная выставка картин. Известнейшие работы передвижников. Утро в сосновом бару, витязь на распутье. Охотники на привале. Можно потрогать. Это тактильные или рельефные картины. Студентка политехнического колледжа Дарья Захарова решила, что люди со слабым зрением, а также полностью слепые, должны иметь возможность, если не увидеть, то хотя бы прикоснуться к прекрасному. Девушки помогли реализовать проект огромное количество специалистов. От художников, графических дизайнеров и программистов до фрезеровщиков и шлифовальщиков. Студенты и преподаватели сразу нескольких образовательных направлений политеха сообща, методом проб и ошибок продвигались к желаемому результату. На самом деле проект «Искусство без преград» он для всех желающих. Он будет полезен и детям, и взрослым для того, чтобы мы развивали наше чувство, чувство осязания, сенсорику. На сегодняшний день это пять картин. Мы планируем поучаствовать в гранте губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и надеемся, что эта выставка будет пополняться. Изначально была идея, первозданная идея, она немножко у нас видоизменилась. Это напечатать эти картины с помощью 3D-принтера, используя пластик. Но в ходе распечатки данных картин мы посмотрели и эту идею немножко трансформировали, потому что тактильность дерева, ощущение натуральности, оно дает больше такого эффекта, тепла, скажем так. Нюша отправится в Нижний Тагил. Речь идет о сове. Длиннохвостую неясыть две недели назад обнаружили на территории детского сада. В Урае. Птица не могла улететь. В ветеринарном центре сову осмотрели, накормили, нашли временную передержку. Здесь, в Урае, птице дали имя – Нюша. На этом приключения неясыти не закончились. Ее перевезли в Ханты-Мансийск к корнитологу-любителю Лидии Ручкиной. Она уже больше четырех лет занимается спасением диких птиц. Сейчас неясыть чувствует себя хорошо. А чтобы было еще лучше, птицу переправят в реабилитационный центр для диких животных, который находится в Нижнем Тагиле. Сейчас такая ситуация, что ей тяжело с этой птицей. Не то, что и финансово тяжело, потому что нет именно какого реабилитационного центра. Мы приняли решение, с Нижним Тагилом созвонились, списались. Птицу хотим переправить туда уже на лечение, так как Екатеринбург близко. Там есть возможности и рентгены, и анализы, и бак посева, и кровь сдать, и назначить уже правильное лечение.